Вы друзья мои, если делаете то, что я вам заповедовал. Вот это мы называем Друзья Иисуса. Потому что мы верим и мы хотим делать то, что Иисус заповедовал. И там, значит, на канале у нас есть много свидетельств, есть много видео, прямо как мы молимся за людей, исцеление происходит, а суббонение происходит. Ну и проповеди есть наши тоже. Есть много всего этого. Поэтому вы можете подписаться, просто посмотреть. Там есть конкретно болезни и заразные болезни, есть несколько проповедей, которые люди мне часто пишут. Когда я смотрел это проповедь, говорят, что без меня бесы все вышли. Ну, такие вот вещи. Хотя я не сказал, что это прям такая, особенно я пробую. Обычно на нее постоянно все пишут. Ну, гайбрид, это там я слушал эту молитву, получил исцеление. И вообще, там, значит, такой как бы желтый фон, красный крест написано «Friends of Jesus». Ну, найдите, подпишитесь. И то же самое есть в Facebook такой группе, группа и ВКонтакте. Там мы постоянно свидетельствуем, ставим скучения и тому подобное. Чтобы мы познакомимся с вами. Чтобы увидеть, что то, что мы рассказываем, это не сказки. Это реально происходит. И на самом деле, те видео, которые там есть, это только 10% от тех чудес, которые мы видели. То есть, то, что мы успели снять. Вот мы в Бургасе служили, вот люди видели. То есть, опухоли исчезали у людей прямо моментально. Есть другие щитовидки, там, бесы выходили. Все. Но, к сожалению, ничего не успели снять на видео. Хорошо, друзья. Я приглашаю пастора Александра. И он будет делиться с нами откровением. После того, как он поделится, я буду делиться тоже каким-то откровением. Он будет делиться немножко о пророческих дарах. Так, вот, ну, скользь. По практике, да, ну, не сказали. А там. Давай. Да, после того, как он закончен, я буду говорить о силе исцеления. Мы потихуем пророческие какие-то дары. И потом будем говорить о силе проекта исцеления. И все тихоется. Потом мы исцеление. И потом, иначе, за всех помолимся. Да, мы будем без перерывов идти до трех-трех-четверо часов. Три-четыре мы захочем, наверное, и все. Есть перерывы. Перерывы у нас в четыре рывы, то есть, в кладе, тоже не будет. Хорошо. Хорошо. Собей, глупо. Доброе утро. Меня также зовут Александр. Он уже мне представил немного. Я сам из баптистов, и до сих пор, по-моему, я там тяжело сказать. Какая церковь, какая церковь. Вот, потому что я сам веду церковь, и сам еще нахожусь в церковь. То есть, какая интересная ситуация, но суть не в этом. То есть, я никогда ничего не имел общего ни с Хриснадами, ни с Хриснадниками. Дора Святого Духа я не слышал до определенного момента. И семи лет, когда я пришел в Баптийскую церковь, нас не учили, а дарат нас не учили о том, что есть иные языки, о том, что есть пророчества, о том, что есть исцеление. И это долгая история. Если будете смотреть видео, то я рассказываю об этом. И в какой-то момент жизни, где-то лет через 17-18, после того, как я пришел, то мне было 24-25 лет. То есть, не лет я в церкви, потом были периоды, когда я уходил. Но это другая история. И где-то 25 лет, сверхъестественно, дома, я пережил Духа Святого. Это было очень мощно. Но опять же, я там все рассказываю. Сейчас нет времени. Я постараюсь как-то сжать это все. То, что я говорю несколько дней. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Здесь можно написать? Да, да. Здесь можно. Я поделюсь с вами принципами пророчества. Саша, подожди. Я поделюсь с вами принципами пророчества. Это поможет вам двигаться в этом правильно. Потому что, знаете, я не знаю, как в Болгарии, но в России много церквей, в которых есть пророки, а есть так называемые пророки или пророчествующие. И очень много вреда они нанесли своим служением. И очень много негатива именно в пророческом служении. Поэтому, для того, чтобы нам правильно двигаться, для того, чтобы это было благословением для нашей церкви, для нашей жизни, для людей, нам необходимо знать учение пророчества. Это будет приносить пользу, а не вред. Если мы говорим об исцелении, если кто-то движется в исцелении, вы знаете, что учение об исцелении, оно небольшое, но маленькое, но все понятно. И в исцелении как-то тяжело уйти в какую-то грань, а не туда, то есть все понятно. Мы возлагаем, мы руки, мы приказываем, мы что-то говорим, то в пророчестве двигаться намного проще, чем в исцелении. Намного проще, потому что исцеление все равно занимает какой-то процент времени. То есть не с первого раза человек исцеляется. Я верю, что мы придем к тому, когда он будет исцеляться с первого раза от любой болезни. Но тем не менее, нам нужно посвятить какое-то время человеку, ходить к нему, а он должен к нам приходить. И мы тратим какое-то время, прикладываем какие-то усилия определенные. Но пророчествовать очень просто. Очень просто, вы на четвертых пальцах. И вы сегодня будете пророчествовать друг к другу, в этом нет абсолютно никаких проблем. Но нам нужно хорошо знать учение пророчеств, это не даст нам скатиться в какую-то обочину. И это будет приносить благословение. Также мы говорим об истолковании языков, об истолковании снов. То есть люди тоже толкуют языки сразу на семинарах, пророчествуют. В том, я говорю, о толковании снов. Но все это очень много. То есть в рамках трех часов мы, конечно, это не покроем. Поэтому будьте внимательны. Какие-то места я буду цитировать, какие-то будут прочитывать. Но просто будьте внимательны. Если у вас есть куда записывать, лучше запишите, потому что буду писать много и быстро. Буду что-то стирать. Потому что доски всей может нам не хватить. Хорошо. Смотрите, если мы смотрим Писание, изучаем Писание, анализируем Писание, то мы понимаем, что мы как люди веры, как дети Бога, как его служители, мы не можем жить без того, чтобы не слышать голос Бога. Это ненормально. Это ненормально, если бы не слышал своего отца. Ну, согласитесь, это неправильно. Нет, ну хотя есть такие христиане, они живут десятилетиями, и Бога не слышат, и для них это ново-промет. Но для нас, для христиан, я думаю, это проблема, если мы не слышим голос Бога. Так не должно быть. И мы смотрим, что Писание очень много говорит об этом. И мы видим, что для различных служений, церковных служений, каких бы ни было, необходимо слышать голос Бога. Если ты пастор, тебе необходимо слышать голос Бога, потому что как ты будешь вести церковь, если ты не слышишь? Хотя, опять же, говорю, много пасторов, которые не слышат голос Бога, но это получается, я не знаю, как это не получается. Если ты миссионер, как ты можешь куда-то ехать, если Бог тебе не сказал, куда-то ехать. Если ты учитель, проповедник, как ты можешь учить, если ты не получил откровения, о чем учить? Если ты простой христианин, даже простой христианин, который принесет какое-то служение в церковь, то тем более, тебе необходимо слышать голос Бога, чтобы расти. И это нормально. И это мы называем пророческим словом, потому что все, что приходит от Бога, это и есть пророческое служение. Не только то, что мы говорим о будущем, но то, что мы и сами получаем, различные откровения. Мы не делим это. Вот, это вот это откровение, вот это вот это откровение, вот это вот это откровение. Нет. Наши уши должны быть открыты пророчески для того, чтобы слышать Бога. И Писание нам об этом говорит. Я не буду перечитывать все эти места. Я хотел бы просто, чтобы мы с вами открыли первое послание Коринфянам. Это 12 глава, 8-й и 10-й стих. Апостол Павел говорит о том, что проявление Духа, оно дается на пользу. Я всегда говорю о том, что пророчество, оно должно приносить пользу. Оно не приносит разделение, я не знаю, смерть или еще какие-то вещи. Потому что я говорю, у нас в России много таких, но служителей в кавычках, это никогда, ну, я не ходил, но когда люди приходят к мне, я просто часто сталкиваюсь с людьми и людьми, они приходят разбитые эмоционально, разбитые душевно и, как они говорят, после таких пророков можно посчитать завещание, писать завещание, да? Потому что все настолько плохо, и тут мы уже, Господи, неужели я сам это буду походить? И мы видим, что апостол Паэм говорит, что проявление Духа, оно дается на пользу. И он перечисляет, какие проявления Духа могут быть. И с 8 стиха, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному веры, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чрезвотворения, иному корочества, иному развлечения Духа, иному разной языки, иному истолкования языков. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, но если мы посмотрим на все эти проявления, мы увидим, что большинство из этих проявлений, они относятся к пророческому служению. То есть, смотрите, если мы говорим о слове знания, у нас не будет, к сожалению, времени подготовить для каждого из вас слово, ну, не для каждого, для кого-то, на слово знания. То есть, слово знания, это одно из пророческих проявлений, которые ты получаешь информацию о человеке, определенное, то, что было, или то, что есть. А если мы посмотрим с вами в Писании, это как та история с самарянкой, когда Иисус не сказал, у тебя было пять мужей, и этот не муж тебе. Это лишь просто было слово знания, которое показало какую-то информацию в жизни человека, которая была, или которая есть сейчас. Слово знания не говорит о будущем. Не говорит о будущем. Но это пророческое проявление. Мы, когда служим, очень часто всплывают какие-то имена, фамилии, номера телефонов, место работы, хобби, занятия. То есть, всегда по-разному. И слово знания, ну, я по-праку, заметил, оно лишь только подтверждает для человека то, что действительно через тебя сейчас работает Бог. Оно как бы своего рода даже поднимает веру в человека. Потому что, когда ты общаешься с человеком и служишь, потому что мы служим не только в рамках церкви, мы служим на улицах, мы служим по семьям, по друзьям, по родственникам, по знакомым, куда приглашают. И когда ты приходишь к человеку и ты ему говоришь, а вас там не так зовут, и он говорит, да, это молодец, не вот это болезнь, и он говорит, да. А у вас не вот это проблема, и он говорит, да. Я не говорю, что это происходит всегда, но 80% наверное, из-за этого времени, ну, не из-за этого времени, а 80% людей, с которыми мы общаемся, отдают для них какое-то слово знание. Я думаю, ну, для чего это надо? И потом я понял, что действительно в людях сеется вера, и думаю, вот это человек знает про него. И уже на много проще разговаривать с человеком. Потому что что толку с бизнесменом, у которого процветающий бизнес, говорить о деньгах? Ну, ты его особо этим не зацепишь. Но если Бог тебе открыл, что у него проблемы в семье, это уже будет совсем другая тема. Совсем другая. Это что касается слова знания. Мы коротко с нами это разберем. Слово мудрости это сверхъестественное понимание того, что делать, о чем он говорит, или наоборот, не делать. Ну, к примеру, я не знаю, может быть, Бог когда-то говорил там, делай то-то или то-то, делай это или это, садись туда или не садись, общайся с этим или не общайся. И оно лишь просто дает тебе какую-то божественную мудрость, как это сделать. То есть, седанин может быть зачем, но говорится как. Вы понимаете, я коротко, чтобы не буду прочитывать места Писания, чтобы нам не терять свое время. И новому пророчеству, десятый стих, да? Слово мудрости, слово знания, потом следующее, это пророчество, то, что мы можем обнести пророчеством услужения. Чистое пророчество освобождается, ну, сродни, сейчас я попробую технически объяснить языком. То есть, когда мы молимся на языках, если мы говорим молиться на языках, мы не знаем, что последует дальше, какое будет слово. Правильно? Я не знаю, я может, кто-то знает, конечно. Наверное, это может быть выученные слова. То есть, ты не знаешь, какое последует дальше слово, какой будет речевой оборот. То есть, оно просто тетет из тебя. То же самое и пророчество. Когда ты даже не знаешь, о чем ты будешь говорить, ты просто начинаешь думать, иногда ты сам будешь дальше думать, что это происходит? Ты даже не анализируешь это своими мозгами, потому что молитву на языках он просто говорит, он не анализирует, потому что она идет отсюда, найдет из духа. То же самое и пророчество. Оно просто идет из тебя, просто текет из тебя. Иногда даже не знаешь, что будет дальше. Ты просто начинаешь говорить. Опять же, мест писания очень много. Простите, если вы хотите, ну, не знаю, есть у вас где-то школа в КПС, даже нет. Но, тем не менее, если где-то будет, там, в России, может быть, мы у вас будем еще проводить школу, то есть вот там, и там мы разбираем все места писания и смотрим, чтобы... Потом у меня было вопросов. Поймите, я говорю, я баптист, 17 лет. И если вы знаете, баптисты в слове, ну, наставлены как-то настолько вот слова, слова, слова. Никаких появлений вот слова, слова, слова. Поэтому, ну, как бы, словим бесполезно. Я сам мне рассказывал и постоянно рассказывал, что я ходил на писягнические и туризматические конференции, чтобы доказывать этим нежностям, что языков нету. Конечно, исцеления нету. Что все ваши дары – это не от Бога, вы все в заблуждении. Я ходил, доказывал, боролся с ними. Вот. То есть, сейчас пробуют бороться со мной, но как-то это не всегда, не всегда получается. Поэтому, ну, друзья, что-то будут цитировать. Поймите правильно, чтобы не затягивать наши лего. Иного развлечения духов. То есть, опять же, как ты можешь понимать, какой дух действует? Только пророческим видением, пророческим пониманием. И опять же, знаете, в России есть люди, которые скатываются к тому, что у них бесы за каждым углом. То есть, за каждым углом в каждом человеке они бесы. Это тоже неправильно. То есть, развлечение духов – это говорится о развлечении духов. То есть, различные духов. Божий духов, демонический духов. Чем водится человек, что стоит за тем или иным человеком, что стоит за той или иной проповедью. Или это манипуляция, или это благословенная проповедь. Какая, ну, какая вообще атмосфера, что в церкви происходит? Это развлечение духов. То есть, физическими глазами ты не можешь это увидеть, что происходит. Только духовными глазами, духовными ушами. Разные языки. Разные языки – одно из проявлений пророческого служения. Почему? Если мы видим деяния апостолов, когда на учеников сошел Дух Святой, они стали говорить на языках, которые они не понимали. Но люди, которые находились вне стен, они слышали, они говорили, они говорят о чудных делах Господня. То есть, они пророчествуют. Они говорили. У меня есть друзья-миссионеры в различных странах, и я знаю очень много свидетельств, когда они приезжали, они говорили на языках. И Бог давал или себе естественный язык того племени, или они просто говорили на своих языках, а это племя как-то ему все естественно их понимало. То есть, это тоже определенного рода пророческое служение, пророческое говорение. Вот у меня такая интересная ситуация в последнее время происходит. Я вот не знаю английского. Вообще не знаю. Вот. Они знают. Точнее, они видели. И очень часто я молюсь на английском. Это я никогда не учил. Не умею разговаривать вообще с свободой, но несколько слов знаю. Вот я вчера на училище, как сказать, я дочеки есть там. И прочие вещи. То есть, здрасте, до свидания и доброе утро. И тем не менее, ну, очень часто в последнее время я молюсь на английском. Вот вчера я брат Сибирь, он прожил очень долго в Соединенных Штатах, и он очень хорошо знает английский. Вот. Я ему вчера пророчествовал какие-то вещи на английском, он вот все понимал, хотя я даже этих слов. Ну, то есть, я их не знаю как они звучат. То есть, ну, вообще не знаю. То есть, как сказать по-английски. Да, вот я ему вчера говорю, Бог говорит, что Он дает тебе переживать себя на физическом уровне. Как это сказать на английском? Я понятия не имею. Даже не знаю, как это физический уровень. Как это? Переживание. Как по-английски переживание? Я вообще не знаю. Ну, и другие вещи, но суть не в этом. То есть, мы видим, что это также может происходить. И столкование языков. Это то, о чем уже говорил Саша. Мы с этого начинали. Та община, где я сейчас, являюсь служителем. Мы начинали с толкования языков, потому что мы больше ничего не знали. Мы вышли. У нас когда-то каждый Бог как-то нам укрестил Духом Святым. И мы получили, ну, говорение на языках. И вышло несколько семей. Потом где-то через пару лет Якин присоединился. И мы вот так вот пришли все вместе. Мы сели и мы думали, что-то надо делать. Как-то надо служить людям. Мы не знали ничего об исцелении, ни о Кэрри Блейке, ни о еще каких-то служителях, которые несут учения об исцелении. Мы ничего не знали о пророчестве. У нас вот мы были на языке. У нас была большая жажда служить людям. Мы думали, слушай, ну, Писание говорит, что есть истолкование языков. И я не буду сейчас говорить эту тему, но мы видим, что это сродни пророчеством служения. То есть там тоже говорится о том, что если ты толкуешь, это тоже приносит назидание, приносит пользу. Мы понимали, мы думали, давайте будем культивировать эту тему. Ну, раз у вас есть только языки, мы этим будем культивировать тему истолкования языков, чтобы, ну, хоть как-то мы могли бы служить людям. И я, опять же, у меня ОЧЕНЬ много свидетельств, у меня сотни свидетельств. Когда через толкование языков получались слова для людей а не понимая в Христах. Когда через толкование языков Бог реально физически спасал людей, то есть Бог говорил, что делает. Бог давал направление. То есть свидетельств очень-очень много. И когда мы служим людям – там, лидеры, пасторы, служители, просто люди – мы служим через толкование языков и видим, что это очень-очень-очень эффективно. Но сегодня, к сожалению, мы об этом говорить не будем. И поэтому апостол Павел, перечисляя эти проявления, он говорит очень много о пророческих проявлениях. Нам надо понимать, что мы не сможем без этого. Не будет столь эффективное служение, если мы не будем слышать голос Бога. Кто-то из служителей Божьих, не то чтобы недавно, но в нашем веке, он сказал, что если сейчас из церкви забрать Духа Святого, 80% служений останутся. Да, по-моему, 80% не ошибаюсь. То есть, если забрать из церкви сейчас Святого Духа, 80% служений останутся. И, друзья, это реально. То есть, это, ну, такая наша небольшая трагедия, что ли. Что, ну, я опять никого не обвиняю, но я хочу, наоборот, подтолкнуть нас к тому, что то, что мы делаем для Бога, мы должны это делать совместно с Богом. Слышать Бога, понимать Бога. Вот, чем может вонить. Хорошо? Говоря о пророчестве, нам нужно понимать, что пророческое слово, ну, все русскоговорящие, все понимают. Ну, да, отлично. То есть, что есть целостность или полнота пророчества. Ну, давайте назовем целостность. То есть, целостность пророчества. То есть, пророчество, оно должно быть целым. Оно содержит какие-то компоненты, без которого оно бы не было в полноте. И когда ты смотришь на людей, которые двигаются в пророчественном служении, и когда ты анализируешь людей, через которых пророческое слово не приносит того, что оно должно приносить, ты видишь, что у них нет целостности пророчества. И целостность пророчества состоит из нескольких этапов. Первый из этапов – это получение откровения. На каждом этапе мы потом остановимся чуть-чуть поподробнее. Получение откровения. То есть, ты получаешь какую-то информацию о Богу касательно твоей жизни, церкви или служения. Но сегодня мы будем говорить о том, как служить пророчеством в основном для людей неверующих. Поэтому я буду больше в ту сторону. Но тем не менее, вы поймете, как получать слово для себя, как получать слово для церкви, для группы, для людей, нет проблем. Но я буду больше делать уклон именно на то, как служить людям пророчества. И получение откровения – это первый этап. Я думаю, каждый из нас в своей жизни переживал Божьи откровения в своей жизни. Праздновал. Кто-то каждый день переживает, кто-то раз, теперь. Но тем не менее, каждый из нас, я думаю, в своей жизни когда-то слышал голос Бога. Я очень часто рассказываю, что они иногда подходят и говорят, ну вот люди, которые как-то, ну, какие более консервативные, что ли, церкви. Они подходят и говорят, ну, что значит слышать голос Бога? Ну, что это значит? Ведь Бог все уже сказал в Писании. То есть, Бог сейчас не говорит, вот сейчас было нам связано, все равно было оставлено. И мы смотрим с ними в Писании. А я говорю, хорошо, друзья. У меня для вас есть такой маленький вопрос. Вы понимаете голос дьявола, то есть, когда дьявол вам посылает плохие мысли? И говорят, ну, конечно, понимаю. То есть, дьявол там послал мне плохие мысли в течение дня, рисовал мне там плохие картины, или там, ну, я не знаю, еще какие-то вещи, то есть, желания плохие вам я производил. Я говорю, окей, хорошо. Значит, дьявол у нас сейчас говорит. Ну, сейчас. И говорят, да, конечно, дьявол там может посылать плохие мысли. Я говорю, окей, дьявол сейчас разговаривает. Хорошо. То есть, ты понимаешь голос дьявола, то есть, ты понимаешь голос дьявола, но ты не понимаешь голос Бога. Писание говорит, и сам Господь говорит, что овцы мои, они слышат голос мой. Я говорю, значит, ты слышишь голос дьявола, но не слышишь голос Бога. Ну, получается какой-то парадокс. То есть, ну, тогда кто твой отец? Как бы, ну, такая мысль. То есть, христиане очень хорошо научились слышать голос дьявола. Многие. Прям, вот они, вот, отвечать голос дьявола, вот они, вот, могут. Вот если плохая мысль, все от дьявола. А вот с Богом, как-то слышать голос Бога, для них это вопрос. Ну, я не говорю, что вы здесь не понимаете, или еще что-то. Но многие христиане так говорят. Многие, действительно. Мне говорят, что Бог уже все сказал, все, нам ничего не надо. Вот, поэтому у меня к таким людям возникает вопрос. Не, мы не спорим уже с людьми давно. То есть, ну, мы смотрим. И я им задаю вопросы, чтобы понять. Потому что, понимаешь, что и когда нам не хватает просто подумать. Суд очень часто заставлял людей думать. Говорю, ну, притчами, еще какими-то вещами. Для того, чтобы не худеющего-то начало работать. Поэтому написано, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Поэтому первое, это получение пророчества. Расскажу вам одну историю. У нас много разных историй. И смешных, и не очень. Расскажу вам одну историю. Собрание. Церковно-воскресное собрание. И, как бы, стоит группа сестер, женщин. Глуб за пятьдесят. И они стоят и там рассказывают. У кого там что, дома происходит? У кого муж сколько заработал? У кого там что-то, корову подоил? У кого там что-то, что-то, что-то. И вот они стоят, на эти подовые темы общаются. И выходит пастор за кафедру. И говорит, друзья, давайте проходить. Братья и сестры, проходите, мы будем начинать. И вот эта группа сестер, все, они тоже садятся. И пастор только хочет начать помолиться. Вдруг одна из них, как терминатор, такая раз, так и я встаю. Прищуливает глаза, они очень часто любят это делать. Вот так вот выставляет палец вперед и начинает. Так, говори, Господь. Не знаю, встречали его или нет. И все такие раз, так и вот. Сейчас что-то будет. Говорит, все сидят, такие слушают. И она, сестра это продолжает, так с выставленным палец вперед. Когда Господь дал Аврааму десять заповедей. И такие, сестра, какого Авраама, Моисея? Сестра, Моисея, ну ее отдем. И она продолжает стоять. И продолжает дальше. Дети мои, дети мои. Сколько раз я прощал вам ваши ошибки. А вы мне одной ошибочкой простить не можете. Сем. И таких случаев смешных очень много. И ты понимаешь, что там никакой Господь не говорил. Но, тем не менее, люди продолжают играть роли. Продолжают что-то делать. Поэтому нам нужно быть мудрыми людьми, чтобы не заниматься подобными вещами. И когда у нас есть учение пророчества. Когда кто-то встает и начинает говорить о спорте. Слушай, сядь, давай нормально все. Я знаю, что сейчас я спорю. Все будет хорошо. Так что присядь, посиди. Не надо нам вот этой серботуховности навязанной пальцы выставлять вперед. Глаза закатываются. То есть этого не надо. То есть первое, это получение откровения. Второе. И вот здесь многие минуют этот пункт. Поэтому их слово, оно приносит бред. Мы с вами посмотрим в Писание, когда пророки Ветхого Завета ошибались.